Общественники Якутии внесли предложение по дальнейшему развитию движения. Сегодня в столице прошел гражданский форум 2017 от диалога к сотрудничеству. В нем приняли участие представители некоммерческих организаций с разных районов республики. Главная цель – увидеть слабые и сильные стороны в деятельности общественных движений. Сарглана Захарова продолжит. Сегодня общество принимает активное участие в жизни республики и ее управлении. Этот факт отмечают не только в региональном руководстве, но и на федеральном уровне. Якутия стала лидером по количеству некоммерческих организаций. По результативности их работы на главные черта, которые отличают республику от других регионов страны, как подчеркнул президент Российского Союза НКО Александр Айгистов. Это их централизованная деятельность. Существует много различных департаментов, отделов, каких-то подразделений в разных министерствах. Здесь же, например, в республике Сахар-Якутия удалось объединить в единое министерство по развитию институтов гражданского общества все вот эти вот сферы, которые должны быть априори соединены. Одна из самых оживленных площадок форума – обсуждение для невосточного гектара. Общественность уделяет большое внимание этому закону. Кстати, именно активная гражданская позиция якутян стала поводом для принятия некоторых корректировок в документ в пользу интересов местного населения. Если тогда вопросы касались больше составляющей закона, то сегодня начались уже организационные вопросы. Они касаются практического использования земель, в том числе финансового плана, как налогообложения владельцев участков. Очень много вопросов именно по будущим тарифам на налоги, на сейчас вроде бы как бесплатно раздаваемый гектар. Вот этот момент их удерживает от того, чтобы именно получить этот гектар. Кроме того, на форуме обсудили создание единого портала социальных услуг. Сегодня его наличие обязывает федеральное законодательство. А с точки зрения пользователей, работа подобного ресурса должна облегчить поиск необходимой социальной услуги и сделать работу некоммерческих организаций более открытой. Мы поняли, что поставщики очень заинтересованы работать честно и открыто на конкурентном рынке. И необходимо обеспечить все-таки такой конкурентный подход к определению поставщика, чтобы граждане сами выбирали, кто им эту услугу окажет. Соответственно, мы увидели готовность поставщиков работать по схеме, при которой гражданин сам выбирает. Также на форуме прошли обсуждения развития детских движений правовой грамотности, общественников, советы по выходу организаций на рынок социальных услуг и многое другое. По итогам работы всех площадок сформировали резолюцию, в которую включили предложения участников для дальнейшего рассмотрения в правительстве республики. Сарглана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.